МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА День России уже празднует, и задача как раз создать атмосферу не только в сам день, но и задолго до него, особенно когда сейчас ситуация пандемии, и люди находятся в закрытых пространствах зачастую, и хочется, чтобы этот праздник дошел до каждой семьи Алтайского края. Поэтому мы решили в преддверии праздника провести определенные мероприятия, которые создадут настроение, которые зарядят всех на позитив, и пошли по такому пути, что, в принципе, задали вопрос молодежи. А как они видят День России в современной ситуации? Поскольку ни для кого не секрет, мы все живем сейчас в цифровом мире больше, и, естественно, молодежь откликнулась, причем здесь очень хорошо совпала те идеи ребят, которые есть в Алтайском крае, с федеральной повесткой по линии Росмолодежи. И мы запустили еще в начале июня ряд челленджей активных, среди которых можно выделить это передача флага. Он вроде бы простой. Простите, это онлайн, я так понимаю? Да, это онлайн. А вот можно, допустим, мы поговорим с вами о том, что произошло в оффлайне, фестиваль графики был? Формат граффити, да, он тоже инициирован молодежью. И сейчас, если посмотреть, да, и новостные ленты, и то, как молодежь самовыражается, и форум Таваида тоже способствует этому граффити, стали трендом. Потому что через искусство можно выразить свои мысли, эмоцию. Дали клич молодежи о том, что, в принципе, Дню России хотелось бы поддержать и подчеркнуть важность простого человека, который находится, возможно, он ваш сосед, и в ситуации, когда стране нужна была помощь, да, в пандемии, мы сделали акцент на врачах, которые оказывают помощь максимально в силу своего профессионального долга, ну и гражданской своей ответственности. Я думаю, пойдет скоро очень много в Инстаграме фотографий ярких на фоне данного продукта. Раз мы перешли в Инстаграм, да, в социальные сети, вот что происходит онлайн? Какие мероприятия проходят онлайн только? Потому что у нас же пандемия, у нас не выйти, ни мероприятия какие-то крупные массовые не организовать. Вот что, какие челленджи запустили? Какие акции, может быть, в онлайн-сети запустили? Действительно, нормы и требования, они для всех. Но помимо них, охота как раз сделать акцент в День России, да, на нашей гражданской ответственности и вообще человеческой ответственности за свою жизнь, да, и за жизнь людей, которые находятся вокруг, да. И чтобы наши жители не пренебрегали той ситуации, которая творится у нас в крае в зависимости от вируса. Поэтому, если мы все будем лояльны к этому моменту и все будем минимальные требования соблюдать, то скоро мы из онлайна перейдем в оффлайн, чего очень хочется. А в онлайне мы бы запустили следующую историю, да, как я уже немножко начала, это передача флага, она очень хорошо идет от молодежи к молодежи. А как она проходит? Ну, то есть в каком формате? То есть они как-то пишут видеоролики или снимают фотографии, как-то передают? Вот видос, буквально три секундочки, да, я взял, передал вверх-вниз. Триколор. Триколор, да, ну, конечно, бережно, с уважением, с эмоцией, мы даже, потому что это такая ситуация, что они присылали все, да, и это работа с муниципалитетами наши, потому что мы хотим, чтобы не только город Барнаул стал апогеем данного праздника, но и вообще все муниципалитеты максимально охватить. Просматривали рабочие видео, да, и видны эмоции людей. В принципе, из этого в последующем мы сделаем ролик такой мозаичный, когда вот все, действительно, все вместе. Всей России, да? Всероссийская акция же, да? Акция всероссийская, и мы как часть, да, России тоже себя в ней проявляем. В принципе, все всероссийские акции, которые были рекомендованы к реализации, они у нас в Алтайском крае проходят, прошли и будут проходить. Также охота отметить такие форматы, как русские рифмы, да, здесь взрослые люди, молодежь выбирают небольшой отрывок, который бы они хотели в формате видео зачитать, да, также все это записывается, высылается, мы тоже сделаем общее видео. Людям приятно себя видеть в этом кусочке, и это здорово, это порождает позитив. А вот можно, допустим, самому придумать стихотворение и его рассказать? Конечно. То есть не ограничено ничем совсем? Абсолютно. Здесь как раз полная демократия, свобода, да, и вот что очень важно нам, да, это то, как я вижу свое отношение, свое проявление и любовь к своей России, да. К русскому языку, да? К русскому языку это тоже такая скрепа, позволяющая понять, да, что для меня Россия, а что для меня малая родина. И мы, в принципе, когда системно смотрели на мероприятия, проходящие в крае, мы думали о том, что вот прям сделать акцент на своей малой родине, на маленьком селе, на моем доме, да, относительно дома очень хорошо сейчас себя проявляет акция «Окна России», да. Были окна победы, да, сейчас «Окна России», но фишка-то в том, что ты сам, да, создаешь у себя в доме чувство праздника, изображая там трафареты или, наоборот, рисунки, дети к этому подключаются, семья подключается. Мы даже как бы даем возможность семье пообщаться по поводу. Это как? Это как по поводу? Ну, по поводу Дня России. А кто как будет праздновать? Кто как будет праздновать, да, это надо достать краски с ребенком. Это ребенку он задаст обязательно вопрос, что такое День России. И родители невольно должны будут, да, а это такое-то такое, да, а это любовь к своей родине. Что такое родина? Это очень здорово на самом деле. Кажется, такая простая вещь, но она заключает большие-большие смыслы. А вот онлайн есть какое-то мероприятие, которое может затронуть людей, не близких к искусству, будем так говорить? Есть какое-нибудь такое мероприятие? Мы живем с позиции, что мы все деятели искусства, да, и каждый раскрашивает свой мир по-своему, и это очень важно. Наши коллеги с Кривого дворца молодежи запустили челлендж «Раскрасть футболку в Дню России». Я знаю теперь, в каком я буду участвовать в мероприятии. В принципе, самое простое, которое может быть. Вот, что нужно делать? Вот мне расскажите. Ну, тоже взять футболку, да, заснять себя сначала просто в футболке, какая она есть, покупная с магазина. Исходный вариант, значит, футболка белая, хорошо. Потом собраться, возможно, ты не один делаешь эту футболку, да, немножко заснять процесс, как что происходит, и потом, конечно, заснять себя в результате. Это в формате видео или фото, или в любом формате? Мы готовы работать с любой целевой аудиторией, да, и с любыми возможностями. Кто запишет видео, мы сможем это показать в формате видео снять. И если будут фотографии, мы все максимально выкладываем. У нас очень активный Инстаграм, подписчики. Будет очень классная акция, не могу о ней не рассказать, поскольку, когда формат пришел, это федеральная акция. Тоже онлайн, да? Она не онлайн, а, знаете, называется «Добро в России». Напиши письмо своему соседу, да, как-то так. Вот, можете поподробнее рассказать, и можно ли, может быть, посылки отправить, подарки какие-нибудь, или только письма можно отправить? У нас можно все. Россия здесь можно все. Да, Россия можно все. Конечно, то, что все конструктивное, позитивное, я другие варианты просто не рассматриваю. Смотрите, мне тоже эмоционально задело эта акция. Это как игра «Тайный друг». Да-да-да, в лагере дети между собой обмениваются, да, знаю. Такая аналогия «Тайный друг», «Тайный сосед», «Тайный воздыхатель» и так далее. И, в принципе, то есть можно сделать открытку, можно сделать поделку. Но главное – тайно кинуть ее своему соседу в ящик, либо в определенное место, где он точно появится. Я вот лично для своих соседей, у нас же девятиэтажные дома, ящики все, в принципе, открыты, тоже сделаю определенный сюрприз. Не поделитесь, что это такое? Нет, это крестьяне потом выкладывают челленджи. Это секрет, да? Да. Но очень здорово, особенно для муниципалитетов. Мы когда со специалистами по молодежной политике обсуждали, все очень близко живут, и это реально сделать. Реально сделать, оно займет очень мало времени, но навсегда, даже из детства, вспомните свои ощущения, когда ты получаешь что-то маленькое, интересное, и самое главное, сделано своими руками. Это очень приятно, получать подарки. Дарить, конечно, тоже приятно, но получать гораздо лучше. Ну, и вот это, да, что ты подарил, ты сделал, у тебя предвосхищение, ощущение того, что человеку будет приятно, а это здорово. Потом еще думаешь, а почему я не подарил? Почему вот мне подарили, я вроде как хороший человек, а разве я тоже не хороший человек? Я должен подарить тоже в ответ. Ну, это вот ценностно-смысловые наши ориентации, да, и возможность немножко остановиться в бешеном мире и задуматься над тем, а что делаю я, что делает другой человек, и что делаем мы вместе. Я слышал, есть акция «Поем гимн», как-то правильно, как правильнее сказать, «Поем гимн» мы или… Гимн России. Гимн России, да, «Поем гимн России». Вот где оно, откуда оно стартует, вот где начнется все это действие, где ждать? Смотрите, гимн России, он тоже, да, мы не отметаем онлайн-формат и возможность вообще людям выйти и записать себя, да, кусок. На самом деле, сами слова гимна, музыка его, да, оно настолько проникновенно, у меня вот всегда мурашки идут, когда я пою. Я вам честно признаюсь, у всех идут мурашки, когда играет гимн России, поэтому даже ничего такого нет. На это и рассчитано, то есть это чисто призыв людей онлайн выражаться, а оффлайн, да, и мы с соблюдением всех санминимумов, да, согласовав с Роспотребнадзором формат, расстояние, процедуры все, да, все-таки 12-го запустим все мероприятия без зрителей, но, допустим, с домов можно будет посмотреть и с определенной дистанцией тоже в этом поучаствовать. И мы соединяем праздничный концерт «Россия», да, который пройдет на Крупской во дворе общежитий, и его идеологическая составляющая – это как раз поддержать наших врачей, которые на передовой, да, сделать акценты, лишний раз сказать спасибо простым гражданам, которые стали волонтерами этой акции, и в этом же концерте будет звучать и гимн России, конечно. То есть на Крупской это все начнется, да, и потом по окнам домов, дворов пойдет гимн. Потом все зависит от нас самих, да. Наша задача – сделать посыл энергетический. Мы очень хотим, чтобы граждане Алтайского края этот посыл поймали, и каждый в воле своего видения и формата этот праздник в своей семье увидел. Я понял, я понял. Вот смотрите, я вот человек современный, ну, конечно, ну, не знаю почему-то такого слова, как мэппинг. Вот, можете мне рассказать, что это вообще за акция у вас какая-то идет, мэппинг, мэппинговая акция, вот, мероприятие, как в каком формате оно будет проходить, вот, и как это вообще выглядит, что это? Мэппинг – это определенная технология организации пространства визуального, да, это, в принципе, работа проекторов. Проекторов на стены. Мы привыкли, что у нас проектор – это вот белый экран, да, и мы где-то в зале сидим и смотрим кино. Здесь такая же история, только это на улице. Это большие здания, и вот мы выбрали три точки, да, тоже на сайте они у нас обозначены. А какие, какие-то точки? Три точки, сейчас, чтобы не быть голословной, да, я вам их обозначу. Это Комсомольский 90Е, это Пролетарская 65 и Юэна 204Ж. А что будут показывать? Будут показывать, ну, естественно, наш Тайкаор, и тоже мы делаем подборку фотографий жителей Алтайского края, которые были самые активные на протяжении вот этих полосложного периода. Волонтеры, да? Врачи, деятели культуры, стараемся их так поддержать, и чтобы просто простой человек, который мимо шел, да, или из окна дома увидел того, кто старался для того, чтобы у него тоже было все хорошо. Мы стараемся все, что будет происходить оффлайн, да, с соблюдением всех норм, записать и потом это транслировать. Вот будет концерт возле общежитий, также будет концерт от студенческих отрядов. Это очень мощное движение, оно у нас активно представлено в Алтайском крае. Вот они сделали небольшой такой микс, связанный с патриотической направленностью, да, с посылом энергетическим. Я чувствую, что 12 июня у нас пройдет грандиозно, будет очень много мероприятий. Огромное вам спасибо, Ирина, за то, что вы в свой день рождения сегодня к нам пришли. Мы от редакции поздравляем вас с этим праздником, желаем вам здоровья, счастья, успехов. И сегодня у нас в гостях была Ирина Рыбина, заместитель начальника управления молодежной политики и реализации программы общественного развития Алтайского края. Продолжение следует...